Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого Альбертыча и Влада Бубина Стефаныча, который вот надо мной там радостно улыбается, потому что, видите, он светлый уже. Правда, находится в пасмурной Беларуси, я в солнечной Калифорнии. Вот мы с разных концов планеты сейчас с вами пообсуждаем, что происходило за последнюю неделю на планете. Ну, давайте сразу самые главные новости, быстро просто ее пробежимся по состоянию на утро 5 февраля. А мы записываем это, кстати, у меня утро 5 февраля, у Стефаныча вечер 5 февраля. От вспышки коронавируса погибло 492 человека. Число заболевших превысило 24,5 тысячи человек. За день зарегистрировано новых 3887 новых случаев. В Китае большее число заболевших, в некоторых других странах еще 215 человек. Уже выздоровело 911 человек. И каждый день число выздоровевших превышает число умерших. И все это цифры все больше и больше. С чем вас их поздравляю? Стефаныч, ты не болеешь, не кашляешь, не чихаешь, все хорошо? Ты знаешь, тут несколько аспектов, на самом деле, существует. Кстати, вот меня привлекло внимание, ты продемонстрировал статью. От новой инфекции погибли почти 500 человек. Ты сказал 492. Да. То есть, вот мне нравятся средства массовой информации, вот 8 человек. Это они как, хотят просто их там словить и, так сказать, расправиться с ними, и сказать, что это злобный коронавирус. Вот с точки зрения... С точки зрения человека просто красивая цифра. А еще я удивлен, что они написали почти полтыщи. Потому что полтыщи еще бы звучало. Но проблема в чем? Да. Проблема в том, что речь идет о смерти людей. Вообще это страшная трагедия. И вот эти вот вещи. Почти 500 человек. Мне напоминает черный юмор, который был, помнится, у маски-шоу, когда ездили врачи по городу и отлавливали для плана людей, да, которые нужно до 500 догнать, понимаете. Я не говорю, что по Ухане будут ездить люди, чтобы... Там и так достаточно много людей. Кстати, буквально несколько минут назад пришли новости из Китая, что в Ухане будут исключительно принимать больницы людей с обострениями либо в тяжелом состоянии. Это говорит, что инфекцией страдает очень большое количество людей. Да, да. У меня есть здесь очень шкурный вопрос. В том месте, где я работаю, я не буду специально на этом останавливаться, очень много граждан Китая. То есть их где-то 40% от общего количества людей той организации, в которой я сейчас кружусь. Серьезно? 40%? Ничего себе. Да. Да. И дело в том, что у русских понятно. Они часть людей там отправили в карантин. Сегодня это демонстрировали, в общем-то, санаторий. Люди из института эпидемиологии с ними работают. Мне интересно, вот человеку, работающему в Беларуси, интересно все-таки, как у нас проходит процесс работы либо попытки определения тех людей, у которых может быть возможен этот вирус. Так ты нам расскажи, вот ты человек из Беларуси, как у вас это происходит? А мне повезло, я подло вообще совершенно поступаю, я отсиживаюсь дома, у меня пока нет работы вот эти дни, поэтому я не хожу до работы, и что там происходит, не знаю. Вот когда я, в общем-то, там появлюсь, я хочу увидеть вообще, что там происходит, а так я скрываюсь дома, я закрылся, занимаюсь каким-то там творчеством, вот, получаю удовольствие от таких маленьких радостей, семейной жизни, творческих, информацию получаю с интернета. Ну вот лицом к лицу, в общем-то, с возможностями всякими, я столкнусь буквально, ну, через дней так 10. Поэтому мы там, собственно, это и увидим, что происходит. А в действительности очень-очень жалко этих людей, которые умерли. Кстати, один из представителей ВОЗ, Международной организации здравоохранения, в общем-то, рассуждал на эту тему и сказал, что старые методы оповещения и контакта между медицинскими организациями стран, они вообще никуда не годятся. И действительно, они остались буквально с прошлого века. Поэтому это надо менять, век нынче компьютерный, и можно коммуницировать, передавать информацию, на мой взгляд, субъективно и лучше. Да, по этому поводу, про компьютерный век, доктор из больницы Уханя Ли Вэнь Лян предупреждал о надвигающейся проблеме еще 30 декабря. Сейчас об этом уже трубят все новости. Он подробно у себя в социальных сетях написал. Сначала 30 декабря он дописал сообщение в чате врачей больницы о том, что какая-то новая эпидемия надвигается, потому что он уже нашел этих больных. А через 4 дня к нему пришли сотрудники правоохранительных органов и велели подписать документ, в котором врач обвинялся в распространении ложных слухов, причиняющих вред общественному порядку. Этот документ врач тоже опубликовал в сети. И сейчас уже власти Уханя, конечно, извинились перед ним за преследование. Причем он был один из тех людей, которых власти проверяли на предмет распространения вредных слухов. Это вообще, конечно, когда врач говорит, ребята, тут у нас проблемы с эпидемией, а ему говорят, ты распространяешь вредные слухи, это, мягко говоря, видимо, какая-то проблема доверия к врачам в Китае. А не только в Китае. И он сам уже переболел этим вирусом. То есть он мало того, что выяснил, еще и заразился этим, но переболел, слава богу, и остался жив. Ну вот пример был, что мы могли об эпидемии намного-намного раньше узнать, и это все могло... Ну ты вспомни историю с Чернобылем. Кстати, я могу сказать, что либерализировалась китайская, в общем-то, общественная жизнь, потому что, конечно, раньше, если бы он только заявил, его, не дай бог, обвинили бы в панике, он бы уже находился в исправительных лагерях или вообще в таких местах, куда попали пациенты, которые не справились с инфекцией. То есть дело бы для него плохо закончилось. Более того, обрати внимание, он остался на рабочем месте, и еще перед ним извинились. То есть то, что у нас... У нас, честно сказать, мягко говоря, могли бы просто уволиться с работы, а по поводу извинений, думаю, никто бы не извинялся. Просто бы... Ну и еще хочу отметить, что вот вы... Сейчас в видео я постоянно пускаю с новостей о информации о вирусе. Написано в России два случая. Это не россияне, это приехавшие китайцы. То есть это они просто находятся в России, но два случая заболевания в России, это все еще китайцы. Так что можно не паниковать. Кстати, да, пытались получить от них, насколько я понимаю, бактерии этой инфекции, но не смогли получить. Они не отдали, да, сказали, нет, майор. Не отдали, да. И они, видимо, будут находиться в России до тех пор, пока, в общем-то, или бактерии, или возвращение на родину. То есть альтернативы у них другой нету никакой. Поэтому это очень тяжелая ситуация. Да, это такие дойные бактериальные коровы. Ладно, шучу. Люди в случае опасности всегда любят прибегать к юмору. Это такой способ тоже и психологической защиты. Следующие новости, давайте. Следующая новость, это уже шоу здесь из США. Начались праймери демократической партии. Сейчас в течение полугода демократы будут выбирать или пытаться выбрать соперника Трампу на выборах. Так называемые кокусы. Тоже интересное слово. Оно вообще из индейского языка индейского, из индейского языка пришло в американский. Это означает, что участники этой партии в каждом штате отдельно будут голосовать по предложенным кандидатам, чтобы в итоге выбрать одного. Причем это будет не пропорциональное какое-то большинство, а исходя из делегатов от каждого штата. Причем еще в каждом штате очень сложная система. Начались Айовы, и сразу же в первом же штате произошел скандал с демократической партией. Причем после этого сейчас идет в американских СМИ такая тема, что на демократических праймерах в Айове победил Трамп. Потому что такого трендеца мало кто ожидал. Произошло, что после голосования демократы просто не могли больше суток подвести итоги. Причем это не русские хакеры, это никто не вмешивался. У них упало их мобильное приложение. Вы можете сказать, так а что сложно, просто подсчитайте руками бюллетени. Вот тут уже начинается проблема сложности этих кокусов. Потому что в Айове не просто подсчитывается количество бюллетеней, поданных за каждого чувака. Там еще отмечается, что если человек, за которого вы голосовали, не наберет больше 15% голосов, то кому вы хотите, чтобы этот ваш голос перешел дальше? Так как в списке там 8, по-моему, кандидатов, даже, по-моему, 9, то мало надо было подсчитать количество поданных за них голосов, когда их меньше 15, и надо было подсчитать тогда, кому дальше голос переходит. В общем, вот этим занимались вручную. И даже сейчас, по-моему, подсчитано только 70%, но этого уже достаточно для каких-то подведений итогов. Но в любом случае Трамп сразу же написал твит, что если они не могут даже подсчитать простое голосование в не самом большом штате, как они будут управлять страной. В общем-то, и на этом он получает, я так понимаю, очень много плюсов на данный момент. Правда, с другой стороны, если демократы нормально будут дальше выступать, то к выборам президента, который будет в ноябре проходить, эта вся история забудется, несомненно. Но начало получилось очень странным. Тут еще очень важный момент. Обрати внимание, все думали, что победит Сандерс, а победил-то совершенно другой человек. И утром я сказал, какой симпатичный молодой мужик. Но потом я решил поинтересоваться, кто он. И, так сказать, жена очень заулыбалась, когда тоже открыла, так сказать, что это оказалось. Человек, во-первых, со сложной фамилией. Бутиджич, по-моему. Бутиджич, правильно его произносить. То есть проблема в том, что даже если он будет представлять демократов, большинство, можно сейчас сказать, никуда не ходите, на какие участки, большинство американцев с фамилией такой хорватско... Вернее, такой балканский... Я тоже думал, что какая-то балканская фамилия. Это балканская фамилия. Большинство людей, обычных обывателей, которые живут там в Айововщине, Техасщине, они просто за него не проголосуют. Это для них будет ассоциироваться с каким-нибудь, не знаю, с мусульманством, с эмиграцией и так далее. То есть даже по фамилии этот кандидат проигрышен, в принципе. Ну и отметим даже, почему, собственно, жена заулыбалась. Бутиджич открытый гей. Чтобы вы понимали. Да, совершенно он сожительствует, живет... Он не официальный брак, он живет с школьным учителем, надеясь, и со своим собственным. А вот, ну, что, Макрон живет со своей учительницей. Они могли, кстати, парами встречаться. Называется «Любовь к системе образования». У Макрона учительница, у него учитель. Вот, такая школьная любовь. Танцевать школьные вальсы. Это очень мило бы смотрелось вообще. Ну, ты знаешь, я... Дружили бы семьями. Да, дружили бы семьями, да. Я могу тебе немножко, ну, в противовес тебе сказать, потому что тут очень интересная ситуация, на самом деле, в демократических праймерис. И о том, что он открытый гей, для Америки это не особо важно. Несомненно, есть много традиционалистов, которые ни за что не проголосуют за гея. Но это не самый главный фактор, по которому Трамп может победить в данном случае. И самое интересное... Ну, понимаешь, открытый и закрытый, это та же история, как Германия с альтернативой для Германии партией. Спрашиваешь, слушайте, а кто за него голосовал, что столько... И все так опускают глаза с Восточной Германии. Говорят, ну, слушайте, мы не знаем, но они же фашисты, негодяи. Чем дальше приходят, тем больше голосуют. Та же история с Трампом. Многих американцев спрашивают, да вы что, да мы не голосовали. Получается, а кто за него голосовал? Ну, есть люди, когда оказываются на выборах, в закрытой кабинке, вдруг у них наступает какое-то, понимаете, особое состояние, когда им хочется, в общем-то... Проявляется их обратная сторона, да, история Джекила и Хайда, вот у них вдруг из интеллигентного человека, вдруг откуда-то там умного, вдруг вылазит вот эта темная сущность, которая, в общем-то, наоборот голосует. Да, еще один вопрос тебе, тоже вот интересный. Я оказал, что он работал в американской разведке долгие годы, и у меня вдруг возник вопрос, а чем он там занимался в разведке? Может быть, он переодевался в женское платье и совращал, допустим, у офицеров ФСБ. Он гей, а не трансвестит, это разные вещи. Да, ну извини, извини, я вот... Не, ну вот идея-то, согласитесь, очень хорошая. Смотри, может быть, там у Каддафи, покойного, среди его девушек-охранник, он находился как тайный агент. То есть могут быть разные вариации, ты зря очень. Что он мог делать в разведке, да. Я хочу пояснить вот всякие эти механизмы по поводу голосования. Ты говоришь, что Сандерс был как бы лидером, и он должен был победить. На самом деле так и получилось. Сандерс по голосам победил. Но тут вмешалась вот эта вот айовская фигня, когда переходят голоса, те, кто набрал меньше 15%. И получилось, что тех, кто не голосовал за Сандерса, он не был у них вторым выбором. У них вторым выбором оказался Бутиджич. И эти голоса перешли к нему, и в итоге он выше Сандерса оказался. Это первое. Второе, то, что сейчас Бутиджич победил, это не в его пользу, скорее всего. Потому что у него украли так называемый моментум. Если бы вот он в понедельник, когда этот кокус проходил, объявили бы о его победе, он бы такой, вау, еа. Знаете, он набрал бы каких-то, может быть, больше сторонников. А так как здесь получилась вот эта хрень с откладыванием голосов, плюс они уже в Нью-Гэмпшире, это следующий штат, где будут голосования, а Нью-Гэмпшир очень такой консервативный штат. Там Бутиджич точно не победит, это вот прям 100%. То получилось, что он просто не набрал, мягко говоря, какого-то бонуса за счет этой победы. Ну и вообще, я скажу, что мне из всех демократических кандидатов Бутиджич наиболее симпатичен. Во-первых, он мой ровесник, он родился в тот же год, что и я. Он молодой, все остальные лидеры. Ну ты представь, Сандерсу 78 лет, 78. Он станет президентом, когда Брежнев умер, сколько его было? 79? Слушай, какая разница? Ты ненавидишь пенсионеров, у тебя ненависть к старикам. Да, да, ты знаешь, я считаю, что сейчас... Ну как старому человеку, понимаешь, очень тяжело это слышать. Какой ты старый человек? Тебе еще до пенсии лет 20. Спасибо Александру Григорьевичу. Да, понимаешь, или вообще до смерти я буду работать. Проблема, до возраста это не влияет. Работа сейчас, и в Европе в том числе. Трамп самый старый президент, самый старый президент в истории. И то он младше всех лидеров демократической партии года на 3-4. Понимаешь, тут единственный молодой это вот этот Бутиджич. Поэтому то, что он гей, ну он, скорее всего, все равно не пройдет, к сожалению. Мне без разницы, кто он. На самом деле должен быть какой-то у партии план, да, продвижение. Мне без разницы, кто Бутиджич. Если это грамотный, умный специалист, человек, личная жизнь, это его личная жизнь на самом деле. Другое дело, для победы партии необходимо иметь какой-то план и стратегию. Вот Бутиджич, если бы они изначально придерживались стратегии, что Бутиджич будет президентом, и строили компанию под него, было бы это очень хорошо. Очень важный момент, чтобы, в общем-то, Трампа сменил какой-то вменяемый человек. Но здесь все складывается так, что вот сегодня Трамп, да, я не знаю, может это вчера, когда он выступал в Конгрессе, он просто не поздоровался с Пелоси. Культурный, интеллигентный человек, я могу ненавидеть человека или плохо к нему относиться, но есть правила культуры. То есть я должен поздороваться с человеком. Он просто не то, что не подал руку, не поздоровался. Вот ты президент страны, президент страны. Да, да, и он говорит очень долго о консолидации общества, о том, что нужно находить какие-то общие моменты, хороших отношений с, в общем-то, с демократической партией и так далее. Вот он сегодня продемонстрировал, на самом деле, ненависть и вообще отсутствие культуры полной. Как президент, как человек просто. И это, конечно, очень-очень смущает. Да, кстати, в завершение, может быть, этой темы вспомнилась мне частушка из сборника, который распространялся под поле «1001 советский анекдот». Я ее несколько передачи, убрав одно нецензурное слово, обгоняем штат Айова, как дела идут хреново. Она времен Хрущева, когда, вы знаете, Никита Хрущев хотел по количеству зерна, еще что-то там, кукурузы обогнать Америку. Ну вот, в общем-то, штат Айова уже обогнал, и дела пока идут хреново. Посмотрим, что дальше. Хотя, может быть, я не в США, тебе, как человеку, находящемуся в Сан-Франциско, проще комментировать, конечно. Да, но это только начало демократических праймерис, и я считаю, что сам механизм этих выборов, предварительных слушаний, о них постоянно и происходит, когда они друг с другом спорят, как это, боже, дебаты, дебаты постоянные, это все транслируется. То есть люди смотрят, это не просто выбор красивого, усатого, пляшивого чувака на президентский пост, чтобы он потом вами 25 лет правил вечно, это выбор идеи какой-то, конечно, и харизма тоже очень сильно влияет, но тут люди выбирают какую-то идею, и как бы Трамп себя не вел, он тоже провайдит определенную идею в массы, чтобы люди... Ну, то есть это не просто Трамп, потому что он не самый тоже приятный человек, но люди за него голосовали именно потому, что он что-то такое предлагает, что им близко. Ладно, следующая новость, это, кстати, тоже про Трампа будет. Вот, в воскресенье здесь был некий аналог Нового года американского под названием Супербол, это финал чемпионата по американскому футболу, его смотрит вся страна абсолютно, даже если ты не любитель американского футбола. То есть заставляют, заставляют, просто ты идешь, привязывают к стулу, и ты обязан смотреть. Нет, это такой аналог семейного очередного праздника. Это голубой огонек, я смотрю, у меня какая-то много мужиков глянь. Да, да, мы были в магазине буквально за минут 40 до начала Супербола, огромнейшие очереди, которых я никогда тут еще не видел, закупаются крылышки куриные, там уже в магазинах это специально все сделано, там пивасик, естественно. Сам матч начинается по западному времени в полчетвертого дня, по восточному получается это пол первого дня вообще было. И вот днем народ примерно три часа смотрит, потому что здесь, во-первых, в перерыве шоу происходит, в этом году выступали Шакира и Дженнифер Лопес. Я думаю, Трамп, я бы выпустил Трампа. Это было вообще супер шоу. Он выступает целыми днями просто. Я понял, да. А во-вторых, в этом матче самое дорогое в мире рекламное время. И для этого матча многие компании создают свои особенные рекламные ролики, которые только в нем показываются вообще. Больше никогда они не транслируются, но они показываются внутри, и народ реально вот сидит, смотрит полностью все это действо. Так вот, я к чему? Во-первых, рассказать, как это вот все происходит. Действительно, это тут очень big deal, так сказать. Это очень важно для многих людей. Это вот прям с семьями садятся все это, смотрят. Для участвующих команд тоже важно это. Ну, во-первых, они себя чемпионами мира считают сразу после этого. Неважно, что играют только американцы в эту фигню, но они чемпионы мира. Победила команда из Канзас-Сити. Победила, кстати, Сан-Франциско. То есть в финале играли Сан-Франциско 49ers и Канзас-Сити Chiefs. Вот Канзас-Сити победили. И на следующий день Трамп их поздравил, сказав, что вот Канзас-Сити из славного штата Канзас победила в игре. И тут внезапно для меня с большим удивлением оказалось, видимо, для Трампа это тоже, что Канзас-Сити не в Канзасе. Канзас-Сити в Миссури. И это команда из штата Миссури, а президент поздравляет штат Канзас. Это тоже очень важная штука была. И они... Да, ну это, да, знания, видишь, он сверкнул даже знанием американской географии. То есть, в общем-то, он и так, как говорится, не отличался никогда, в общем-то, эрудицией. А тут он еще вообще поразил вообще. Да, тут действительно очень много одинаковых городов, ну, названий городов одинаковых. И поэтому всегда тут пишут, например, название города и через запятую штат какой, ну, двухбуквенное сокращение обязательно. Понятно, что Лос-Анджелес, наверное, один, но всякие там Сан-Хосе, может быть, немерено, Стоктон там какой-нибудь... Минск. Минск. Санкт-Петербург точно есть во Флориде, например. Москва есть и другие города. Вот Канзас-Сити действительно есть и в Канзасе. Почему Канзас-Сити оказался в Миссури? Потому что он просто на реке Канзас. Это река такая, которая течет через несколько штатов. И, ну, тоже удивительная штука. Но, тем не менее, вот... Ну, я думаю, да, это не повлияет никак, в общем-то, на наличие или отсутствие бензина в Белоруссии, в общем-то, победы или проигрыш команды. Ну, в общем-то, за то, чтобы было больше праздников. Я очень доволен, что вот эта игра, это всенародный праздник, все едят крылышки. Да, за это выпьем, собственно, да. За то, чтобы было лучше, больше праздников разных, хороших. Везде главное. Ты водичку пьешь, да? Я кофеек попиваю. Ну, давай тогда к нашим, ну, как к нашим, к вашим мистическим новостям. Пожалуйста. В прошлом нашем выпуске мы упоминали мистическое исчезновение всех четырех директоров сахарных заводов в Белоруссии. Заводов? Ну, вот право хранится. Так, сейчас я включу это. И, наконец, Александр Григорьевич внезапно решил это прокомментировать. Сейчас я хочу включить именно его говорение, чтобы услышал не я. Это цитировал. А конкретно, чтобы из первых уст, так сказать, из этих сладких уст под усами, вы все услышали и увидели... Сейчас, 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 один момент. Вот он, Александр Григорьевич, и пошла. Нет, не пошла. Так, увы, что в Белоруссии... Ну, мы можем, в общем-то, пересказать. Я могу кратко сказать, если надо, чтобы не тратить время. Он уже говорит, он уже говорит. Приходило до того, что, я не буду фамилии их уже называть, принес наручники перед двумя ответственными руководителями, положил наручники, сказал, к утру не будет сахара. Вы знаете, что будет? К утру во всех точках появится сахар. То есть, сахар накапливали, и перед периодом, когда спрос на сахар, сдерживали продажи, цены поднимались, они выбрасывали на рынок. Мне надоело ходить и кого-то уговаривать. Я таким образом когда-то заставил работать. Но я понимал, что наручниками можно один раз пугнуть, два раза. Но надо решать вопрос серьезно экономически. Мною было принято решение по модернизации этих заводов. Это ответ к тому, что вы посмотрите, как там пописывают, что эти директора провели модернизацию заводов. А деньги где взяли? Я ездил к Сидиньпину, просил этот кредит на эту фабрику. Точно и так тогда напряглись, провели модернизацию четырех заводов, сделали как конфетку четыре завода. Появилось четыре руководителя, начали производить конкурентоспособный продукт. Что сделали эти дельцы? Они создали в Москве так называемую прокладку, торговый дом. Поставили туда, ну я руководителей называю, одного, второго, своих. С этих заводов, допустим, в прошлом, в этом году, по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам-заводам. Но что мне больше всего, когда мне доложили, давно на контроле этот вопрос, спецслужбы вели. Я контролировал его, мне когда доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть этого сахара по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Ну может быть сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили, а документы шли туда, переоформляли. И здесь прям с заводу на наш рынок поставляли этот сахар с моржой, а потом эту моржу делили на взятки. В общем, детали он вот сейчас уже рассказал полностью. Схему, в общем-то, сделанную. То есть директора сахарных заводов крали. Ничего себе открытие. Единственные люди в Беларуси, которые это делали, понятно, что их надо задерживать. Тут, во-первых, вопросы, как всегда, а кто в беларусском правительстве не крадет? То есть просто они, видимо, может не делились как-то, что произошло, почему? Произошло следующее. Произошло то, что, в общем-то, денег, понятное дело, в государстве все меньше и меньше. И, соответственно, больше начинают обращать внимание на предприятия, которые приносят прибыль. Да, то есть к прибыли, ну, понятное дело, и способы продажи, способы, как эти компании работают, как это было организовано. Ведь, обратите внимание, по-моему, организовывали они это достаточно долго. Да, вот сама структура, которая была организована, перепродажи сахара, организации компаний, все эти откаты, перечисления денег, это шло годами. То есть это накапливалось. И изначально, может быть, сделать структуру прозрачной, да, может быть, каким-то образом все это отслеживать с самого начала, да. Но, к сожалению, зашло это очень далеко и плохие последствия. И для государства, и для этих людей, которых, собственно, словили. Меня просто возмущает еще то, что об этом сообщается с таким лагом отсроченным. Причем об этом почему-то сообщает сам президент зачем-то. Ну, украли очень много, у нас страна маленькая, поэтому тут объемы-то украденного были намного, в общем-то, большими. И тут дело серьезное, оно приобрело общественную резонанс. Да, у меня такое ощущение, что вот просто хотели их втихаря уже посадить, но так как народ начал, типа, куда делись все директора сахарных завод, то есть, ну, именно, что резонанс, тогда уже решили вот рассказать об этом. Да нет, это дело не в этом. Дело тут бы было общественный такой суд, показательный. Тут главный еще очень важный момент устроить общественную порку, чтобы, в общем-то, типа, другим было неповадно. Но проблема в том, что вообще у человека натура очень алочная. И вокруг проблема в том, что вокруг капиталистические государства, да, и они работают вообще по русским схемам. Это схемы не белорусские. Но в России это совершенно нормально работает, а здесь, как бы, это уже преступление. И, ну, то есть, нужно, как бы, либо сознаться, что у нас капитализм со всеми вытекающими последствиями. То есть, идея какая? Государство вложило в модернизацию заводов деньги так. Эти деньги были народные, но произведенный товар, часть от произведенного товара люди ложили себе в карман этих денег. А если так подходить, допустим, в России, что туда будет, что все миллиардеры русские, что ли, заводы за свои деньги, это весь Советский Союз их строил, люди ехали на стройки, вкалывали там. А теперь, в общем-то, маленькая горстка русских миллиардеров получает прибыль с этого. То есть, получается, Путин должен задержать, там, не знаю, Потанина, всех, собственно, там, руководителей этих крупнейших компаний, миллиардеров. И сказать, вы знаете, вы долгое время получали прибыль, ложили на западные счета, крали деньги, которые заработаны на, в общем-то, заводах, которые построены потом кровью народа. То есть, это было бы, как бы, с одной стороны, справедливо, с другой стороны, произошел капитализм. И люди, в общем-то, эти заводы типа приватизировали, там, захватили, отжали и так далее. А вот Белоруссия, это очень интересное на примере, там, сочетание старых социалистических подходов, содержащих такое очень эфемерное представление о справедливости и новой экономике, где есть управленцы, есть капиталистическое ведение хозяйства, которое подразумевает получение прибыли любой ценой. И вот это двойственное отношение, вот оно здесь очень хорошо видно, на мой взгляд. — Продолжаем. Белорусские новости. Минск посетил госсекретарь США Майк Помпео. Красивая у него фамилия Помпео. Ну, понятно, что еще-то к Помпеям связано, наверное. Главное, чтобы Везувий ничего не сделал. Это, конечно, интересный шаг, тем более, что буквально неделю назад мы обсуждали с тобой, что Трамп хочет запретить въезд в США жителям Белоруссии, но с тех пор это отменилось. То есть он запретил Кыргызстан, ну, за то, что мы там перечисляли. — Да, говорили, говорили. — Беларусь из списка вычеркнута, и приехал госсекретарь в Беларусь при этом. И они, и вроде как Беларусь договорилась о поставках американской нефти в Беларусь. Как это будет делаться, прям даже интересно. Это же намного проще, чем из России качать. Будут везти танкеры, наверное, в Клайпеду, из Клайпеды машины в бочках. — Да не машины, там есть, собственно, поезда, цистерны, куда это можно закачивать. Тут меня поразил другой момент очень сильно. Помпео, вообще американская администрация, вообще не занимается бизнесом. Это не политический проект. То есть он приехал втюхать нефть, и главное, вот обратите внимание, что его до слез там почти растрогало, это парк высоких технологий, где почти миллиард прибыли получен. То есть американские компании работают и получают в Беларуси прибыль. А вся, обратите внимание, история, связанная с правами человека и со всеми этими свободами, она вообще забыта. Александру Григорьевичу Беларусью прощено все. С Беларусью будет вестись бизнес. Ну, или оттого... — Слушай, ну давай, пока не прощено. То есть пока все эти санкции, все это пока действует. — Ну, Альбертович, работает сколько компаний американских работает в парке высоких технологий? Они работают совершенно нормально и спокойно. То есть на самом деле это сотни компаний зарегистрированы. А может, и того больше. Можно взять статистику посмотреть. Трамп и его администрация работают просто как бизнесмены. Им на всяческие права человека и все остальные сказки, о которых так любят рассуждать. Вот эта грантовая белорусская оппозиция, которая любит получить копейку съездить в Варжаву, в Литву, отжать. Эти все ребята, в общем-то, они вообще очень кисло должны выглядеть, потому что они увидели, что, ну, в общем-то, в первую очередь это экономика. Все остальное — это 121 место. И здесь Помпео был радостен, почему в парке высоких технологий. Вот какие деньги причисляются, допустим, в страны Африки? Сколько денег причисляется в страны Востока для того, чтобы поддерживать разные образовательные проекты, проекты по поддержке технологий? Эти деньги, в основном, честно сказать, разворовываются. А вот в Белоруссии был виден, в принципе, результат. Компании вложили инвестиции, да, и это, в принципе, работает. И Помпео, в принципе, это хорошая картинка, да, вообще, для Трампа. Тоталитарная, в кавычках. Или какая-то страна, которая... Сам Помпео, наверное, до конца не знал, где она там находится. Трамп, тем более, не знает и знать не хочет, где это находится. Кстати, его зять должен знать, потому что с Новагрудка его родственники родные. Поэтому он приблизительно знает, где это находится. Но не в географии вопрос. Они просто увидели, что есть место, где можно спокойно вложить денег и получить прибыль. И на этом, как бы, вот эта история вся закончена. Да, я тоже думаю, что тут не стоит ждать каких-то изменений во внутренней политике Беларуси. И тут даже не стоит думать, что США пытается взять Беларусь... Вот в данном случае взять Беларусь под свою зону ответственности, типа как с Украиной было. Мол, она конкурирует с Россией за зону влияния здесь. Здесь действительно похожи именно деньги. Потому что что Трамп, что Помпео, это бизнесмены. И они пытаются заработать деньги. Они приехали бизнесом, они предложили нефть, и они предложили еще что-нибудь. Я же не знаю, о чем они там договаривались, каких-то финансовых вопросов. Но это в чистом виде бизнес, без политики. И опять же, годы американской политики, демократов, всяческих американских фондов, которые пытались укоренить в сознании восточных европейцев, постсоветских граждан, идею о том, что США за демократию, что свобода совести и другие свободы намного важнее, нежели другие вещи для США. А вот эта администрация, всю эту работу, которая была проведена, она просто разрушает напрочь, под ноль. И это очень хорошо, потому что люди не должны вообще иметь иллюзий. Они должны более-менее серьезно и честно представлять, что происходит. То есть, в Беларуси надеются, что придет США и что-то тут исправит? Не надо, и это уже совершенно понятно. Да, да. Ну, к нефти, хотя, наверное, надо было эту новость после китайского коронавируса сказать. Нефть бренд подешевела до минимума на фоне обвала спроса в Китае. Почти на 3,5% упала стоимость на нефть. Это самое большое падение со времен кризиса 2008-2009 года. По одной простой причине. В Китае вирус и закрываются заводы, которые что-либо производят. Соответственно, меньше нефти надо для энергии, меньше нефти для переработки. И спрос на нефть падает, и, соответственно, падает цена. Да, то есть, вот это как китайский коронавирус может повлиять на экономику в мире. Это действительно может постепенно привести к экономическому кризису на планете. Вот это меня, кстати, больше беспокоит, чем вероятность большой эпидемии на планете. Потому что тут, я думаю, врачи справятся, а экономический кризис – это бывает надолго. Понимаешь, врачи справятся, организм может не справиться. Ну да, да, это тоже. Вот это очень важный момент, понимаешь. Тут такое очень дело тонкое. Но то, что это повлияло на экономику. Конечно, был китайский Новый год. Раньше они очень много ездили, переезжали с места на место. Биллиарды там людей передвигались и так далее. Безусловно, сейчас они ездят меньше, потому что есть определенные ограничения. Те люди, которые в Китае находятся, говорят о том, что по местным сетям рассылают сообщения о том, что куда можно ехать, куда нельзя, какие открытые аэропорты, какие нет. Кстати, люди говорят, что это выглядит все достаточно организованно. Наши различные научные работники, студенты, которые на практике в Китае оказались, говорят, что паники нет. И при том, что это огромная масса людей. И выглядит это все весьма пристойно. И достаточно организованно. В сравнении с тем, что вообще могло там произойти из-за этого всего. Следующая новость опять. Ну, она такая, понимаете, местечковая в некотором смысле. Но тут я ее выбрал для того, чтобы обсудить вообще взаимодействие людей. Вот как стоит поступать в подобном случае. В белорусской IT-компании MediaCube заказали несколько картин современных художников. Одна из этих картин, вы сейчас видите у себя на экране, вот я ее разместил. Все бы хорошо, но на картинах были не какие-нибудь абстрактные кубы и треугольники, а реалистично нарисованный мужчина без трусов над раскинувшей ноги женщиной, мальвина, обхватывающий рот, нос спящего буратино и фигурно поливающий мочой стену школьник. Один из сотрудников написал в корпоративном чате пост насчет того, что, может быть, картины не только ему кажутся китчевыми, неуместными и оскорбительными. И на следующий же день был уволен. Из солидарности с уволенным компанию... С уволенным компанию по своему желанию еще покинули два сотрудника. В общем, интересный вопрос. Как бы, нормально ли вот так делать в рабочем пространстве? По мне так, какие бы ни были... Знаешь, мне еще, знаешь, это еще напоминает историю. Помнишь ты или нет, в Минске был какой-то дом, на котором художник нарисовал такую большую картинку, ну, по заказу даже, по-моему, ЖКХ какого-то, большую картину с чуваком... Ну, довольно мрачную такую, с чуваком в капюшоне. Она красивая была, но она очень мрачная была. И народ тоже возмутился, что, типа, давайте, убирайте, закрашивайте. И в этом случае, какие бы ни были прикольные картины, уместны ли они на рабочем месте? Вопрос следующий. Вообще офис – это общественное место. И там появляются различные люди. Во-первых, почему-то очень мне нравятся немцы. Там очень военный стиль у них, оформление офисов. То там ничего нету лишнего. Если там есть, то какие-то фотографии, пейзажи вообще совершенно нейтральные. С одной стороны, конечно, это глаз особо не радует. С другой стороны, нету никаких конфликтов подобных. Во-первых, это очень просто сделать. Сказать, вот мы покупаем такие-то картины, разослать всем работникам и сказать, если у кого-то претензии, пожалуйста, давайте это обсуждать или вообще-то не покупать. Второе – это современное искусство. Вот эти картины, может быть, хороши для какой-то галереи, для того, чтобы, не знаю, фрустрировать зрителей. Или там не фрустрировать, привлечь внимание. Другое дело – это, в общем-то, вешать в офисе. Это явно картины не офисные, да. Я не буду оценивать вообще автора этих картин, вообще они красивые и некрасивые, или там интересные с точки зрения искусства. Они, конечно, нереволюционные, мягко говоря. Подобных произведений масса. И автор, конечно, был рад, что он их втюхал, и их купила компания. Естественно, он получил они за бесплатно. Я за то, чтобы вообще художникам платили деньги. Поэтому за художника я рад. Художники очень бедно живут в Белоруссии. То, что автор получил какой-то гонорар – это прекрасно. Поэтому внизу я бы вообще сделал табличку. Вы знаете, художники живут бедно, автор получил столько-то денег, это поможет ему выжить. Не бейте там, не знаю, пианисты, он играет как умеет. Я бы сделал приблизительно таким образом. Но эта картина не офисная. Современное искусство вообще надо умеет. Хорошо, а может работодатели, может, таким образом, вот, как-то они отбирают людей с одинаковыми вкусами? Может быть, вот в этом тоже есть определенная идея? Чтобы у тебя на работе были те люди, у которых вот одинаковый взгляд на искусство, например. Понимаешь, тут это вообще история каких-то глупостей. Ну да. Вот как бы я думал вначале, что вообще раньше, эта наивность, кстати, ее внушилила тоже американская пропаганда, что в частном бизнесе не может быть дураков, они не могут совершать дурацкие поступки. Вот на самом деле это не так. В любом бизнесе, в любом месте, в любой организации, в любой стране есть дураки, которые совершают глупости, а потом совершают еще более большие глупости. Вот. Вот это история глупостей, которые могут совершаться в IT-сфере, там, не знаю, в какой, в любой, в какой угодно. Поэтому здесь, на мой взгляд, руководители этой компании, их должность, они ему нравятся, забрать домой, повесить у себя в квартире, там, на даче, где угодно. Вернуть этих людей, извиниться перед ними и вообще закрыть эту историю, если эти люди вернутся. Вот. А на это место повесить, там, не знаю, тарелку, там, расписанную медведями, кошечками или вообще просто какой-нибудь просто черный квадрат, да, или вообще ничего не повесить. Ну, чтобы... То есть максимально нейтрально. Да, чтобы была более понятна ситуация, тут надо еще привести слова руководителя этой компании, директора компании, его зовут Михаил Быченок. Когда его спросили, в общем-то, об уволенном сотруднике, он ответил, мы брали на работу девушку. Через неделю она попросила называть ее Игнатом, а еще через неделю решила пользоваться только мужским туалетом. Но все спокойно отнеслись к этому и даже к фалоимитатору в прозрачном пакете. Вот это вот так он прокомментировал уволенного сотрудника, который писал по поводу непристойных картин. То есть в данном случае... Да, у нас очень странно. IT-компании, они играются с фалоимитаторами, переодеваются. То есть им надо вообще определиться, чем они занимаются. То есть либо IT-технологии, либо производство, мы играем с фалоимитаторами, переодеваниями, потому что есть личная жизнь и есть, собственно, бизнес. И если так много руководителей компании уделяет фалоимитаторам и уборным, ну, это не профессионально. Это дело личных сотрудников. Что у них там в сумочках, в какие пакеты там завернуты и так далее. То есть его должны интересовать бизнес, получение прибыли и результаты. Ну, по идее так. По идее. Да, но видите, этот человек несколько другой. Давай к следующей новости. Ты ее открыл, уже я вижу. Да, только сначала фотку найти. Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции. Хотя, ты знаешь, к этой новости эта картинка с Буратино тоже очень хорошо подходит. Ну, я сейчас найду симпатичную фотографию Кирилла. Как ты думаешь, стоит ли упоминать в Конституции Бога? Ну, как он это пояснил? Что это говорит не только о православных, но о мультсуманах и многих-многих других. Я вообще считаю, смотри, в американской Конституции упомянут Бог. Упомянут. Он даже на деньгах у них упомянут. На деньгах, да. Там различные символы, да. Там, севидящие окна на американском долларе, да. Которые Рузвельт, старый пожилой масон туда повесил, да, на доллар. И так далее. То есть, на самом деле, тут нужно собраться вообще и, когда будет референдум по поводу изменений в Конституции, спросить у людей, следует ли его упоминать или нет. Если большинство людей будет считать, что упоминание Бога является важным, его можно упомянуть. Если большинство людей не будет считать... Понимаешь, принцип демократии мажоритарный в любой стране. Да, но в случае Конституции, хорошо, упоминание Бога, как оно влияет на что-либо, упоминание Бога в Конституции? Да, может и никак, это приятно просто. Вот смотри, вот и всё. Да, вот открываешь, написано, есть Бог, он существует, мы отказываемся, не знаю, от материи. Люди почему-то пытаются обращать внимание на то, что вообще никак не влияет на их жизнь. То, что сама Конституция не соблюдается, не волнует патриарха Кирилла. А то, что, ну и, соответственно, большинство людей в России, то, что она не работает, никого не волнует. А вот то, что там Бог не упомянут, это очень... Может, она, конечно, и поэтому и не работает, что Бог не упомянут. Проблема, знаешь, проблема в том, что Кириллу не занимается правозащитной деятельностью, да, к сожалению, к огромному. Он занимается проблемами Бога, поэтому ему важно, чтобы Бог был упомянут. А вот эти все свободы, о которых ты говоришь, в общем-то, это не столь важно для него лично, поскольку он занимается вопросами Бога и упоминания, в общем-то, в различных источниках от, там, не знаю, Писания, заканчивая, в общем-то, другими официальными документами. Меня, кстати, вот то, что ты сказал, меня, кстати, очень беспокоит, что у Бога есть проблемы. То есть это уже как-то немного пугает. Они всегда были, они были с самого, так сказать, начала, с самого начала упоминания о Боге, ты знаешь, это касается и христианства, иудаизма, мусульманства. Те люди, которые рассуждали о Боге и верили в самом начале, да, великие пророки, их всех подвергали гонениям. Более того, там, Иисуса распятью и так далее. Бог вообще очень скользкая тема, и за это можно получить очень серьезные проблемы. Поэтому, если это упомянут, как упомянут, в каком, каким образом это будет упомянуть в Конституции? То есть ты считаешь, что надо тратить усилия на то, чтобы проголосовать по поводу того, что Бога надо упоминать в Конституции? Если есть такая проблематика, и если такая большая влиятельная организация, как РПЦ или другие, считают это крайне важным, я считаю, это нужно проголосовать и узнать вообще мнение людей на совершенно честном открытом референдуме. Если такое, в принципе, возможно, в чем я очень сомневаюсь. Так, дальше у нас... Сейчас, подожди, я пытаюсь включить видео, чтобы оно показывало каким-то... Почему-то... Да! Вот-вот-вот. Произошло странное событие в Петербурге. Сносили спортивный... Спортивно-концертный комплекс в Петербурге и рабочий, который занимался... Ну, в общем, вы сейчас все видите на своем экране. Очень красивое видео, но при этом страшное. То есть рабочий не успел добежать до люльки и погиб. И тут очень много вопросов, конечно, по поводу, почему его так сносили, зачем его сносили, потому что оказалось, что многие жители вокруг были против сноса этого дела. Ну, естественно, сносится, чтобы там какие-нибудь живые комплексы построить. А я могу сказать, зачем сносили? Могу все объяснить тебе полностью. Во-первых, зачем сносили? Ты посмотри, как он красиво падал. Да. То есть это можно смотреть вечно. То есть если есть объект, который вообще потенциально можно снести, чтобы он так красиво упал, его, конечно, надо сносить. Потому что это историческое видео. Это же можно снимать, смотри, с дронов. То есть можно снимать камерами и так далее. То есть масса идей. И очень жалко рабочего. Рабочие гибнут во всех странах. Вот спросите, вот есть такая профессия сцепщик вагонов. Спросить, сколько во всем мире гибнет сцепщиков. Оказывается, очень много. То есть на самом деле любая деятельность человека, связанная с любой стройкой, с любыми большими железными предметами и так далее, она, к сожалению, сопряжена и с травматизмом, и со смертностью. Поэтому, к сожалению, все всегда предусмотреть нельзя. Это не то, что в России, а во всех странах. Поэтому этого человека очень жалко. Другое дело, я вижу, он производил какие-то работы сварочные. Разварочные, скорее. Или разварочные и так далее. А зачем сносили? Ну, понятное дело, вот у нас, допустим, есть рынки. Тут конкретно структуры Геннадия Тимченко торопились разобрать здание из-за протестов. Протесты были в том, чтобы не сносили этот комплекс. Они, ближайшие жители домов, хотели, чтобы этот комплекс был признан культурным наследием, потому что он строился под Олимпиаду 80-го года. И, в принципе, он красивый. Мне, ну, я вот смотрел, он прикольный. Прикольно. Катя, это мне напоминает... Помнишь, у нас в Минске снесли автобусный вокзал недалеко от станции Восток? На Востоке, да. На Востоке, чтобы построить штаб-квартиру Газпрома, кстати. Тоже красивый вокзал был. Интересный. Ну, ты знаешь, он уже был в тяжелом состоянии, потому что как-то я вот отъезжал оттуда, куда-то ехал в сторону, туда, севера Белоруссии. Состояние у него было так себе. Его нужно было, конечно, ремонтировать. То, что он выглядел достаточно интересно, да, но это вся советская архитектура. Вот у нас остались, допустим, дома, которые использовались как общежития на Олимпиаду 80. Сейчас это студенческие, совершенно в ужасном состоянии находились эти здания. И должны быть какие-то обновления. Я понимаю, что жителям это неудобно, но крупным компаниям на это совершенно, как всегда, плевать. Они захватывают территорию, земля дорогая. Будет она использована под различные там нужды. Как в Минске, кстати, сносили несколько раз рынки и строили новые. Не потому что их хотели улучшить, а потому что нужны были инвестиции, постоянное там отмывание каких-то денег. Есть статьи, какие-то там в прессе были по этому поводу. Строительство – это большие вложения, это большие деньги и много различных афер, связанных с землей. Жалко, что в первую очередь человека. Но из переговоров рабочих удалось узнать, что его вынудили нарушить технику безопасности и выйти из люльки, потому что по технике безопасности он должен был отваривать вот эту фигню из люльки. Но тогда бы демонтаж занял бы слишком много времени, до 33 часов. Это должны разбираться компетентные органы. Если есть доказательства, есть свидетели, здесь все совершенно понятно. История здесь не новая. Будут очень много еще сносить. В Белоруссии, в Минске сносятся иногда здания, имеющие историческое значение. К сожалению, строятся совершенно уродливые какие-то современные здания, которые имеют бизнес назначения, какие-то дома, отели, еще что-то и так далее. То есть была снесена, допустим, первая электростанция Минская, имеющая историческое значение. Она находилась около цирка. Там сейчас огромный какой-то совершенно серый убогий... Да, там была первая электростанция в Минске. Да, в Минске. А сейчас там какой-то убогий, серый, совершенно неприглядный, кошмарно выглядящий отель. Я даже сейчас найду фотографию, просто показать за... Просто у цирка была вот особенная своя фон, то есть он выделялся. Теперь этот отель, он мешает цирку, я считаю, вот визуально. Ну, я не знаю, мешает он визуально, имеется в виду. Это вопрос, конечно, архитекторов. Архитекторов у нас много и разных. Это отдельный разговор. Ну, вообще, земля в городе стоит дорого и всякие невероятные какие-то разрушения и перипетии будут продолжаться. И не только там в России, в Беларуси, но и в других странах. Есть масса таких историй, похожих в США, Великобритании, в Восточной Европе, напропалую. Разница в Великобритании и США в том, что это частная собственность, как ни крути. И человек может делать что-то... А тут государственное. То есть, как бы, типа народ надо спросить, а все кладут на тебя в любом случае. Да нет, ну вот мы возвращаемся. Постоянное лицемерие. Вот это меня очень... Так мы возвращаемся, как раз мы возвращаемся к истории с этими сахарными заводами. В том, что представления остались советские, а система капиталистическая. Из-за этого это принимает вот такие уродливые формы. То есть, на самом деле, сценарий все тот же, что мы обсуждали. Просто другие действующие лица. Ничего здесь нового нет. Ладно, давай дальше. Вот здесь я вижу, ты открываешь. Новости следующие. Пожалуйста. Да, открываю. Я не успеваю еще картинку найти для того, чтобы это вставить. Да ладно, Бокс. В общем, австрийская... У нас в прошлом выпуске, помните, мы говорили, что Великобритания официально покинула Европейский Союз 31 января. И в связи с этим австрийская почта выпустила Марку. Можно сказать, что посмеялась над выходом из Brexit. На ней нарисовано... Сейчас пытаюсь картинку найти. На ней нарисована Европа без Великобритании. Великобритания таким еле-еле видна. И написаны две даты. 31 января 2020 года и 29 марта 2019 года. Причем первая дата стоит выше и зачеркнута. Ну, то есть, это первая дата, когда крайний срок Brexit. А в итоге все это больше, чем на год затянулось. Нет, меньше, чем на год. Чуть меньше, чем на год. Как к этому отнестись? Австрия прикалывается над Brexit? Или все-таки грустит о том, что Великобритания вышла из Евросоюза? Ты знаешь, авторы вот этой вот марки, австрийские, наверное, скорее всего, прикалываются и шутят. Но проблема в том, что само правительство Австрии, там курсы, другие товарищи, да, люди достаточно правых взглядов. И у них прекрасные там отношения с Орбаном, с другими такими персонажами, которые совершенно вообще политику Евросоюза вообще не одобряют. И тут стала маленькая, так сказать, Англия. Вот такой же маленькой может потом стать и Австрия, и другие страны. Если многие вопросы вообще в политике Европейского Союза не будут пересмотрены. То есть это такая шутка и с намеком, это и с другой стороны, в общем-то, и жалко как бы им Великобританию, безусловно. С другой стороны, в общем-то, нет сегодня Англии, а завтра еще могут и другие страны. Вот Гидария, как Липена, на днях выступала, в общем-то, в Европарламенте, где она говорила, что если не изменится европейская политика, то, собственно, могут последовать и другие страны вслед за Англией. При этом хотят присоединиться страны, там, Албания, Македония и другие страны. Ну, тогда уж Белоруссия должна была давно быть в Евросоюзе, на мой взгляд, во всех евроорганизациях. Кстати, я считаю, что по-хорошему, если бы провести, если бы не было всяких перипетий, связанных с Украиной, с санкциями, то место бы могли найти в Евросоюзе и должны были бы по-хорошему найти и Украина, и Россия, и Беларусь. Это страны с европейской историей. С европейской историей надо законы менять. Я тут даже, в первую очередь, говорю не про права человека, а про экономику. А что ты думаешь? А вот смотри, считают, что Албания и Македония готовы к вступлению вообще в Евросоюз. А там что, законы соблюдаются? В Албании, где существует... Кто считает? Нет, там даже еще Хорватию никак не могут принять. Ну как, она уже... В Хорватии туда не стремится особенно. В Хорватии достаточно правая... Нет, тут немножко... Там история сложная. Там история сложная с Хорватией. В Хорватии есть люди, которые вообще не одобряют вступление в Евросоюз. Потому что в Хорватии достаточно правая политика. Они во всех странах есть. Естественно. Поэтому... А что, в Венгрии соблюдается везде напропалую права человека? Или в каких-то других странах? Так в Венгрии штрафы за это идут там всякие, они... Ну и что? И что, Орбан изменил как-то политику свою? С ним пытаются просто договориться. А что, в Польше соблюдается, что там нет коррупции? Или соблюдаются там права человека? Все та же история. В Беларуси они соблюдаются таким же образом. По сути, там не сильная разница есть, как типа, не знаю, в Македонии. Я ошибся. Хорватия присоединилась уже к Евросоюзу. Хорватия в Евросоюзе. Она присоединилась, да, в Евросоюзе. Имеется в виду вход в зону Евро. Поэтому это все условности, политические игры. А, к сожалению, вот Англия, крупнейшие страны с невероятно сильным экономическим, интеллектуальным потенциалом, они не досчитались. Это плохо. Поэтому, конечно, тут уже иронизируют, прикалываются, кто как может. Ну, давай перейдем к следующей, одной из наших постоянных рубрик. Да, пожалуйста. Так, сейчас открою. Где это у нас? Во. Гурбангулы Мелегулыевич Берды Мухамедов. Один из наших любимых персонажей. Какие сегодня у нас новости из Туркмении. В Туркмении чиновникам старше 40 лет приказали стать седыми. Власти Туркмении с 1 февраля запретили мужчинам старше 40 лет, работающим в государственных и бюджетных учреждениях, красить седые волосы в черный цвет. Одновременно с этим от мужчин с естественным цветом волос потребовали, чтобы они придали волосам седой оттенок. Ну, классно. Да. Идея-то интересная. Вот смотри, мне уже больше 40 лет. Я бы, честно, пошел сразу покрасился. Это мне в какой цвет надо краситься было бы. У меня еще есть волосы. Вот, слава богу, в отличие от большинства моих ровестиков. Ну, в пепельный, я думаю, или в платину какую-нибудь, знаешь, такое, чтобы еще... В платину. Залиться платиной. Слушай, идея отличная. Я, кстати, у меня тоже есть из Туркмении граждане. Я пойду вообще перекрашусь в платиновый цвет. У меня начальник, если спросит, я скажу, вы знаете, не хочу обижать, так сказать, туркменских товарищей. Не, ну просто очевидно, что в Туркмении народ не особо следит за модой. Он не... Ну, свои там проблемы какие-то, лаваша купить, прочее. И правительство заботится о том, чтобы люди были красивыми и модными. Это очень правильное движение, естественно. То есть, они сейчас начали с причесок, потом, видимо, к одежде перейдут. То есть, мужчинам юбки, женщинам штаны или наоборот, не знаю, как-то... А, у них же там вообще эти прикольные есть халаты. Все в штанах будут ходить. Можно какие-нибудь современные. Да, все будут ходить... Все будут ходить выкрашенные в халатах. Я не знаю. Я считаю, что вот сегодня такая прическа. Завтра ирокезы. Послезавтра длинные волосы. То есть, понимаешь, обычные обыватели вообще в жизни, вот большинство людей, они не склонны к экспериментам с внешностью. Да, да. Далее, могу сказать, из исследований известно, что в большинстве своем за моды следят и склонны к изменениям имиджа женщины. Мужчины вообще, как правило, большинство мужчин за моды не следят, они не склонны к изменению внешности. Поэтому это прекрасный толчок к тому, чтобы мужчины начали следить за собой, где-то краситься, где-то менять облик и так далее. Я не знаю, это, по крайней мере, весело. Когда вся нация, как бы каждый, все перекрасятся, оденут маски, сбросите маски господа. Ну, короче, просто-таки классическая оперета. Которая называлась «Новости культуры». Ты что-нибудь смотрел, кстати, за последнюю неделю? Слушал что-нибудь? Есть тебе что рассказать нашим слушателям и зрителям? Что я смотрел или слушал, ты знаешь, я смотрел и слушал много, но чтобы пересказывать или вот сказать, вы знаете, дорогие товарищи, вот возьмите это, пересмотрите или переслушайте, к сожалению, я что-то такого удивительного для себя я не нашел, к огромному сожалению. Переслушал очень много всего, потому что я вот сейчас начало года и сейчас всяческие номинации, премии музыкальные и всяческие композиции, которых долго ждали, альбом, которым мы думали весь год. Я это все честно послушал и, ну, в большинстве подавляющим что-то... Я понимаю, что это старость, брюзжание, пока я не нашел, чтобы что-то такое... Ну, не каждая неделя нам может принести какие-то открытия, правильно? К сожалению, да. Но я тоже как-то смотрел что-то старое в основном, ничего нового особо не увидел, но вот что меня поразило, сейчас с помощью использования нейросетей стали улучшать всякие видео. Я видел Чебурашку, тот кукольный мультик советский переделали в высокое разрешение и, самое главное, количество кадров до 50 там увеличили. Но что мне больше понравилось, вот некто Денис Ширяев, используя нейронную сеть Dane и Gigapixel AI, сделал 4К-версию и в 60 кадров одного из первых фильмов в истории «Прибытие поезда». Вот давайте я вам сейчас включу. И вот эта плавность, она реально ощущение, как будто ты смотришь... Как будто это вот снято буквально вот-вот, просто на черно-белую камеру. То есть люди какие-то переодеты в тех, под старину, но выглядит очень современно, что ли. Это ощущение, что просто кто-то снимал на смартфон и наложил потом черно-белый фильтр какой-то. Вот нету этого ощущения старости, когда-то все дерганное такое. И это используется нейрон... То есть нейронные сети, как это работает? Нейронная сеть анализирует ключевые кадры и потом дорисовывает, сама дорисовывает необходимые пропавшие кадры. Скалирует это на разрешение 4К и плюс еще дорисовывает необходимые кадры. Я не знаю, сколько было кадров в секунду, кстати. Может быть 5, может быть 10. Немного совершенно. А вот сейчас... Ну, все, оно тут заново начинается. А вот сейчас на 60 фпс выглядит это все, конечно, очень необычно. Я жду, когда то же самое сделают с каким-нибудь коронацией Николая... Нет, что там снимали? По-моему, коронацию Николая Второго снимали впервые в России. Первые кадры. Все может быть. С какими-то старыми фильмами, типа «Метрополиса» или «Кабинета доктора Каллигария» сделать такую же интерполяцию. И это будет выглядеть современно. Это вот прикольно. То есть это следующее... Ну, оно выглядит так. Да, очень выглядит, очень интересно. Сама динамика действий людей. И выглядит они действительно современно, живо. То есть нету такой явной ортодоксальности. Да, кстати, я вспомнил, меня поразил какой-то факт. Касается музыки. Был такой лейбл «Fatcat Recordance». Издавал он всякие экспериментальные записи. И вот в разделах разных техно появились новые записи этого чудесного андегранного лейбла. Меня удивило, что раньше они издавали достаточно какой-то экспериментальный став. Иногда какой-то сломанными ритмами. А сейчас, в общем-то, всех потянуло в техно. Это различные формы дарк-техно, это мелодик-техно. И очень много людей стали, которые играли дип-хаус или издавали подобную музыку, стали издавать вот такое космическое техно 124-123 BPM. И масса лейблов начала перестраиваться на подобную музыку. Кстати, эта музыка, она не очень жизнерадостная. Она не легкая. То есть она мрачно-технологичная, часто очень. И вообще это отражает, видимо, тенденцию жизни людей в Европе, в США. Потому что тысячи и тысячи людей именно выбирать стали такой став. Не радостный такой, веселый какой-то, вообще бесшабашный. А именно с таким каким-то весьма мрачноватым подтекстом, что наводит на мысли, что бытие определяет сознание, как говорили классики. Может быть, может быть. Или нехватка, знаешь, чего-нибудь. Слишком все весело вокруг, надо что-то и погрустить. Навряд ли, навряд ли. Что-то, мне кажется, наоборот, здесь ситуация такая, другого эмоционального состояния. Ну, давай тогда переходим к следующему, что у нас там осталось. А все? Все? Ну и прекрасно, да. Ты как-то вообще загрустил. Не грусти, скоро тебя вернешь, а ты в Минск. Привезет тебя Помпео, скажет, отдаю вот вам мальчика на воспитание. Нашел мальчика, да. Да, высоких технологий. Привез вам нового специалиста. Ты уж, Леша, работай. Нас, как говорится, наши Сан-Франциско там не опозонь. Работай в Минске. Удачи тебе и так далее. Хорошо, да. Спасибо всем, спасибо всем, что досмотрели до конца. Да, ссылки вот тут снизу вы видите, ВКонтакте, Телеграм-чат, наш канал. Пишите ваши комментарии. Да, кстати, да, вот еще огромное спасибо человеку, который в прошлой программе написал свое мнение, который проанализировал события, которые происходят в мире. Я очень рад, что есть люди, которые так серьезно подходят вообще и к нашей программе, и к анализу того, что происходит вокруг. Огромное вам за это спасибо, я с удовольствием. Спасибо, Дмитрий Лисицинский. Лисицинский. Огромный, да, большой, развернутый комментарий. Спасибо, было приятно почитать. Спасибо, спасибо, было приятно почитать. До свидания. Всем пока.